Студент университета в Китае в городе Тинзин поделится сегодня. Раз, раз. Всем здрасте. У меня речи обычно всегда короткие, как простые, как рассказы Чехова. Так что можете сильно не напрягаться, не успеете яхнуть, я уже закончу. Да, значит, каждый раз, когда я прилетаю сюда летом, мне папа говорит, что нужно чем-то поделиться, рассказать какое-то свидетельство. И я такой думаю, о чем можно рассказать, ведь у меня в Китае почти ничего не происходит. Ну там учеба, простые переживания студента. Но сегодня я подумал, а почему будет реально не рассказать, что я там делаю, чем-то занимаюсь. И вот давайте представим, значит, две недели у меня осталось до последних экзаменов. Там на последней неделе, значит, пять предметов надо сдать. И, значит, у меня начинается учеба. Я, значит, каждый день у меня там план, значит, под два часа на этот предмет, под два часа на другой. Мы, значит, с моим напарником по учебе идем в Starbucks. Там получается, что мы меняемся. Получается, пришло время обеда, я с ней поменялся. С ней поменялся. Она идет обедать, я учусь, занимаю место, чтобы в Starbucks никто не забрал. Потом приходит время ужина, я опять меняюсь. И вот так мы учимся, значит, две недели без перерыва, все время вот так. И вот уже во время недели самого экзамена надо продолжать учиться. Получается, утром рано встаю, сдаю экзамен, потом там кофейку выпью, пообедал, опять туда в Starbucks, занимаем место и продолжаю учиться. И вот, значит, четыре экзамена уже прошло, остается пятый экзамен. И уже кажется, что вот мы учимся три недели без перерыва и уже хочется отдохнуть, но нельзя, потому что материал совсем другой, иначе все забудется, ну, как бы, не хочется, чтобы оценки были плохие. Поэтому мы продолжаем учиться, нам уже обоим мы устали, хочется выспаться, хочется там развеяться. Но именно, не кажется, что именно в этот момент на меня снизу ходит такое наслаждение. Типа, да, я очень много учусь, уже давно не отдыхал, но с другой стороны, такое ощущение, что будто бы я начинаю, я становлюсь лучше, я как бы становлюсь умнее. Весь этот труд и все эти страдания приводят к чему-то лучшему. Или вот другой пример, там, ну, я там занимаюсь пробежкой, чтобы совсем форму не потерять там за сидением. И, значит, вы, может быть, знаете, что нужно бегать минимум 30 минут, потому что во время бега сжигается гликоген в печени, а гликоген – это углеводы. Чтобы похудеть, нужно сжигать жиры. Поэтому уже только на 30-й минуте бега начинаются сжигаться именно жиры. Поэтому если кто-то из вас бегал только 10 минут и думает, почему он не худеет, ну, надо бегать больше, да. Да, и вот получается, я вот бегаю, да, ну, начинать бег самое трудное всегда, потому что, ну, как бы, ну, ты только встал с кровати, выспался, не выспался, и, ну, там, берешься за эти поручни, там, ну, я там в фитнес-зале бегаю, там, значит, бегаю, бегаю. И, ну, такая лень приходит, такие страдания, мучения. Но вот на 15-й минуте бега уже, как бы, тоже появляется какое-то интересное наслаждение. Вот такой пот течет, все тело такое размятое, и ты начинаешь чувствовать, что ты становишься лучше, как бы сильнее. И опять-таки после всех этих страданий ему приходит какое-то наслаждение. И вот таким образом я потихоньку подхожу к теме моей речи – это страдания. Так, значит, второй абзац начался, я надо посмотреть. Значит, вот мне часто кажется, что и христиане не слишком правильно интерпретируют понятие страданий. У некоторых оно воспринимается как испытание от Бога, как у Евого, например, или же, например, как наказание, ну, как, в пример, Адам и Евы, да? Многие неверующие спрашивают, как же так Бог позволяет столько страданиям существовать в этом мире? Ну, вот как мне кажется, страдания – это одно из прелестей этого мира. Значит, как говорил Достоевский, Достоевский – это мой любимый автор, и можно его даже назвать христианским писателем. Достоевский говорил, «Всякое счастье носит в себе и некоторые страдания, ибо возбуждает нас высшее сознание». О своем романе «Преступление и наказание» он говорил, «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страдания. Таков закон нашей планеты. Но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом. Есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье и всегда страдания. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание приобретается опытом, которое нужно перетащить на себе. И сейчас самое важное, что Библия говорит именно о страдании. В Деянии апостолов 14 глава 22 стих говорится, «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Даже если взглянуть на апостола Павла, вся его жизнь – это сплошное страдание. Зато сколько благодати наверняка было у этого человека. Если подумать, сама идея христианства на Христе, если взять пример Христа, именно страданиями Христа нам доступна благодать Божия. И также в Евреев 12 глава 11 стих написано, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Есть такая проблема. В нынешнее время многие церкви обещают христианам за их веру земное богатство и бесконечную радость. Но я хочу сказать вам, что нам, как христианам, не стоит бояться страдания. Нужно в некоторой степени даже стремиться к нему. И все же, как многим монахам, не стоит нам начинать бить себя плетьями и паститься днями и ночами. Нужно понимать, что если нет страдания, радость теряет свой смысл. И наоборот, если радости нет, то и страдание теряет свой смысл. Поэтому мой посыл к вам, не бойтесь страдания. Я тоже вернусь в Китай, пострадаю чуток, потом опять вернусь сюда за радостью в Болгарию. Спасибо всем. Спасибо.